и снова здравствуйте зрители и подписчики моего канала вы на канале булат и ко и с вами как всегда и александр и сегодня мы готовим грибочки которые называются иудины ушки или просто ушки кому как больше нравится кто смотрел прошлый раз наш ролик видели как мы их собирали в лесу как они растут дальше я пришел домой в прошлом ролике рассказывал повторю еще раз на улице у нас была минусовая температура сегодня где-то минус 3 минус 4 на дворе последний завершающий день зимы 28 02 23 года мы нас забирали ушек в связи с тем что на данный грибочков с булатиком гуляли через тем что на улице у нас минусовая температура грибочки соответственно были тоже замерзшие поэтому придя домой я их залил водичкой они оттаяли я их хорошенечко промыл не варил никаким образом не обрабатывал ни термически не химически просто от цели и грибы нарезаю такими вот тоненькими полосочками тоненькими полосочками нарезаю они по консистенции по своей грибочке такие упругие поэтому очень великолепно нарезаются я уже говорил в предыдущих своих видео мне они почему-то вот по консистенции напоминают по своему составу напоминают морскую капусту только у морской капусты такой явно вырежем выраженный привкус йода данного гриба я б его охарактеризовал безвкусный может быть какие-то гурманы там со мной поспорят возразят скажут что гриб имеет какой-то вкус выраженный я не сказал никакого выраженного вкуса он не имеет и приготовить данный гриб можно несколькими способами один из способов это сделать морковку по-корейски или же купить морковку по-корейски кому как удобней кому как больше нравится соответственно добавить данный гриб морковку по-корейски то есть нет опять же ничего делать не надо его не замачивать не вымачивать ни в чем не варить не жарить просто порезать а так как полосочками и добавить морковку по-корейски дать настояться и данный гриб очень-очень вкусный мне очень понравился поэтому вот я готовлю решил его приготовить тем более пошли мы с булатиком в лес сегодня цели направлено специально насобирать грибочка для наших зрителей но собирать грибочков и показать как мы их готовим но сейчас же я буду готовить его самым простым способом рецептом от гриб был когда мы пришли он был замороженный сейчас они размерзлись я его промыл хорошенечко водичкой чтобы не было на нем грязи никакой просто сырой гриб повторюсь а без никакой обработки я вот нарезаю вы можете точно также его добавить в как я говорил муку по-корейски или просто нарезавший а так как вы видите для данного блюда нам понадобится грибочек видите чесночок я уже почистил предварительно чтобы не занимать ваше время чтобы не смотрели как я чищу чеснок соответственно я его заранее начислен вы начищаете чесночка кому как больше нравится скажем так по вкусу здесь все делается на глаз зависимости от ваших кулинарных пристрастий добавляете чесночка по вкусу как вам нравится также вам понадобится подсолнечное масло или как у нас в украине говорят олия и понравится понадобится оцет или уксус здесь немножко грязь попала мне сейчас ее быстренько удалим наш об чистенько был не разом просто растет на дереве и кусочки коры прилипли не захотели отпадать ну там такой упругий хрустящий грибочек великолепненький чудесненький и мы его сейчас нарезаем таким вот образом не может кто быстрее нарежет я же не против я не претендую на звание шеф-повара режу как мы поэтому же извините и складываю его заранее приготовленную посудину как я вам сказал понадобится подсолнечное масло уксус соль и сахар по вкусу кто как любит кто любит более соленая более сладкая я сахар вообще не добавляя только сольку добавляю и чесночок кто хочет может добавлять а какой грибочек красивый кто хочет может добавлять пожелание некоторые делают на оливковой линии некоторые на рыжаевой некоторые на пахучие ли или на подсолнечном масле кому как удобнее как хотите так это называете это все зависит от ваших кулинарных предпочтений также нарезать можно мельче крупнее грибочек упруги хорошо держит форму просто великолепный поэтому никаких трудностей и вопросов с нарезанием данного грибочка у вас не будет я вот уже приготовлю вам салатик данный самого уже текут слюнки очень хочу попробовать данного грибочка но пока к сожалению вынужден заниматься его приготовлением поэтому пока готовим данный грибок называют еще супермаркетах магазинах вы можете найти как рыбы на он обычно сушеный но если вы возьмете сушен тут не столь важно если вы возьмете сушеный грибы можете его просто размочить при замачивании в воде данный гриб приобретает такую же структуру то есть он не теряет свои свойства он такой же упругенький тверденький хрустященький этому грибу приписывают очень много лечебных свойств говорят что он помогает при раке поднимает иммунитет убивает раковые клетки я затрудняюсь сказать как там но в природе этот гриб произрастает скажем так зимний период и вот когда допустим как сейчас ударили морозы данный грибочек замерзает как только оттепель он размерзается и продолжает дальше расти то есть он не разрушается не портится не умирает за при замораживании спокойно переносит низкие температуры то есть какое-то вещество содержится в грибу которая действует как антифриз и не позволяет его телу разрушаться и он как птица феникс после мороза воскресает мы птица феникс после огня данный гриб после мороза очень великолепный душевный грибочек вкусный ну как вкусный он рассказал он безвкусный но за счет своей консистенции очень душевный получается салатик добавивший чесночка вы ему дадите после того как вы его помешаете вы дадите ему настояться недолго там буквально 15-20 минут настояться для того чтобы он набрался сольки олейки все ингредиентов которые вы добавляете и как только он пропитается промаринуется салатик готов к употреблению сыром виде данный грибок как среди зимы очень полезная штука содержащая витаминчики и прочие целебные и лечебные свойства насколько целебные лечебные свойства в нем я не знаю что он там лечит но ничего не калечит и очень вкусно это я знаю точно вчера я пробовал данные грибочки тоже делал салатик просто видео про это не снял поэтому можете спокойно кушать данный грибок давайте наверно поставлю на паузу потому как дорежу грибы чтобы не ждали не снимать видео не затягивать потому что видео получится слишком длинная такая все грибочки нарежу поэтому немножко мы его сократим дорогие мои зрители вот я заканчиваю уже дорезать грибочки видите светит солнышко грибочки мы накрошили соломкой положили такую вот посудинку сейчас вы увидите сложили в такую вот посудину теперь берем чесночок и давим чесночок я люблю чесночок поэтому чесночка я ложу побольше вы зависимости от своих вкусовых предпочтений можете тоже добавить чесночка либо больше либо меньше это уже так сказать как вам нравится вот таким вот образом я выдавлю чесночок может у вас какая-то другая приспособа я же не против мы всегда только за модернизация и прогресс должны всегда присутствовать вот видите я добавил чесночка сюда надушил да надушил чесночка я говорил что тут на любителях кто любит добавляет сахар я сахар не люблю добавлять не знаю так сказать кому как больше нравится если вам нравится добавлять сахар добавляете сахар нет можете сахар не добавлять берем теперь немножко сольки кому какая больше нравится кто любит сольку экстрактов каменную соль я люблю каменную соль вот подсолили немножко также добавляем буквально немножко немножко уксуса вот я добавляю уксуса в сбрызнуть так легонечко можно сказать я все делаю на глаз я думаю будет достаточно вы же можете вот и поливаю алейкой померять и сделать себе какую-то мерную поливаем алейкой так так у нас говорят на украине или же подсолнечным маслом кому как больше нравится кто больше любит пахучую алейку или домашнюю так называемую может кто любит рыжаевую алейку или какую-то другую оливковое масло подходит мой какой пошел запах и перемешиваем данное блюдо размешиваем грибочки видя не такой упругой формы на вилочку набиваются надеваются вот такой великолепный у нас зимний салат с великолепных зимних свежих грибов которая называется по модному муэну или иудины ушки или просто ушки вот и все блюдо готово даем ему настояться 15-20 минут и блюдо готово к употреблению спасибо же за внимание подписывайтесь на наш канал Булат и Ко приятного аппетита хорошего вам дня обнял приподнял поставил где взял спасибо за просмотр! Продолжение следует...